Муна, мне очень нравится эльфи, если говорить о зеркалках, лучше всего все-таки эльфийская зеркалка, потому что тут есть варианты по героям, есть варианты по юнитам Найс, найс Но пока не играет зеркально, видите, стандартный герой, барак на лагере наемников, карта Эхо Айлс И работаем Причем мы с вами видели, как Ла Лайт и как Мун против двух топовых китайских хуманов, почти, что один-два-три, что другой-два-три Классное совпадение, сражались, и сейчас надо выяснить, кто из них все-таки достоин третьего места, там разница-то приличная между третьим и четвертым Варденка, это Майн Геймс, Демон Хантер Уважаемые, присядьте, я вам расскажу интересную историю про Мирор и про юнитов, которые контрят, героев, которые контрят друг друга Варден не берется против демонов, то есть у Лавлиета Варден, она не контрит Демон Хантера Демон Хантер является прямой контроль, он сильнее, он нейтрализует ее заклинания, он молодец Но Варден бралась сейчас не под него, она бралась против Патмы, вот прям сто процентов Варден бралась против Патмы, а Мун то ли, ну для Муна вообще Демон Хантер нетипичный герой в Мироре Но он, видимо, прочел, это Майн Геймс Ну спросите у какой-нибудь из древних эльфов, там у Нитрона, у Плиза, диспл хороший, Lightning Shield снимает Ну кто там на связи есть Тут, конечно, дико впереди Мун Причем уже не отменить Раньше мы даже делали такой, специально героя заказывали секунды на 2-3 позже Для того, чтобы увидеть, какой герой у противника и, если что, иметь возможность его поменять Потому что тогда играли еще в Масхантрес, и там вообще очевидно было, что та же самая Панда против Патмы Она вытаскивает, Дима контрит Панду, Патма контрит Диму Как бы такой просто идет круг, треугольник, как хотите Называйте И получается, что очень важно, чтобы ты выбрал героя, который при прочих, ну, при равных стратегиях будет выгоднее, чем герой противника Вот А Дима к Варьке так же, как к Маунтун Кингу относится То есть, да, она может там кинуть с него даггер, но сперва, ну, даже рейндж у нее значительно же меньше, чем Да ладно, еще нычка? Серьезно? Ла Лай действует, одет, что называется, не по погоде Он очень-очень нагло действует Он ставит сразу базу Так можно и не выбрать героя, ждать друг друга Ну да, так бывало, бывало, что уже шесть котов, а героя не взяли Так, типа же Варю не играет в Мирор, разве нет? Варю, повторюсь, не играет против Димки, Варю играет против Патмы То есть, если нет Моноберна, Варька отлично, она ту же самую Патму отменяет Она больше урон наносит, ну вот, пожалуйста Мун тыкает эксп, ну, Варя здесь просто пытается и отменит экспанд Третий уровень Даггер И спряталась Да, но сейчас, кстати, Ла Лайт действовал Ну, у него ситуация лучше Ну, в данной конкретной ситуации То есть, он экспанд от меню Свой у него строится, хоть и вдалеке, но он в безопасности А Дарку как доберут, Эль? Дарку, кстати, в Мироре тоже брали, особенно на Эхо Айлс Потому что ей так же плевать, в общем-то, на Димку, крепится она безумной скоростью Вопрос в каком матчапе Против андедов ее берут, потому что ее занюкать сложно И долгое время эльфы играли на определенных картах через Дарку Потому что криппинг халявный, потому что у Арчей стенка, потому что в нее Койл не кинуть Хороший герой, но в ней урона мало То есть, ты в любом случае должен в ней играть макро, то есть, сразу ставить базу Против Хумана тоже периодически брали Дарку Универсальный очень герой Быстро крипится, опять же, затыкает потом героев кастеров Если доживаешь до Чармы, то там никакого Т3 у него быть не может Хороший герой Дарка Панда, стандартная связка в определенный момент была против Альянса В Эльфийском Мироре часто брали Дарку, когда играли Арчи на Арчи Там, где, опять же, у тебя нет проблем никаких с криппингом И когда ты к Дарке добавляешь Нагу вторым героем, то вражеские Арчи уйти не могут, и на их месте появляются скелеты Прекрасная тема Это персоналка у нас? Нет, телепорт! Телепорт! Вот, и просто в... Как же все-таки отдаётся тут Варька? Диму, правда, тоже фукусят хорошо Но Варя вынуждена прятаться Просветки, правда, нет Дима вынужден телепортироваться Он очень аркадно играет, Мун, сейчас Сейчас развернётся, видимо, будет здесь сражаться Хотя... И персоналка... Ой, красиво! И Дима уже здоровый Просто... У Варя меньше армора, меньше ХП, чем у демона У неё меньше скорость атаки, меньше урон Она, конечно, хорошо пробивает Даггером, как и любого другого героя, у которого не так много здоровья У Димы всё-таки... Он плотный не из-за того, что у него много жизней Не столько из-за того, что у него много жизней, он всё-таки агильный герой Из-за того, что у него армор высокий, и пассивка есть наоборот Из-за этого он хорошо танкует Вот, а так-то в него магический урон и ядовитый тоже хорошо влетает Но проблема в том, что Монобёрн и Даггеров ты особо в него не закидаешь Вот, обменялись Ну, как-то очень уверенно всё-таки ловлет действует с этим со своими экспандерами Блингдаггер, блок Ставы нужны Вон нужно возвращаться, брать став Класс Ну вот уже, играя две одинаковые расы, хоть и по составу войск... Минус висп... Составы войск почти один в один Ну или один в один даже Но разные первые герои, разные вообще истории получаются Отходил, подскажите, Мун проиграл Тиаш, Майкер проиграл... Да... с 2 единицы силы, 50 хп. Как бы вообще не лишний. А где магаз-то у Муну? Т3 вижу. Магазин? На экспанте, что ли он его бахнул? Я вообще магаза не вижу у Муну. Деньги есть, магаза нет. Может, он на лагере наемников там отстроился? Типа неплохое нейтральное место для... для магазина. Варденка еще отлично контрит с Дриадами или Ферриками. То есть любой спелл, спелл Эмьюн хорошо заходит. Но все это, очевидно, контрит сама с Арчем. Так что обычно в эльфийском Мироре, по крайней мере, с таким стартом, хотя Мун может сыграть Мас-Дриад и расконтролить, попытаться даже Арчей. Тем более Нага есть, Димка заряженный, форки там, фокус. Если лимитов больших не будет, то можно на разминках сделать так, что крит массы Арчей не будет. Ну нет, там у Наги, смотрите, 3 когтя. 3 когтя просто. Урон плюс 20. Так, ну и что дальше? Они, судя по всему, оба выходят в Т3. Здесь лорница. Две лорницы. Пара Мунвэлов. Здесь, похоже, тоже Арчей... Нет, достроил парочку-тройку Арчей, все-таки Лолайт. Но для... Дальше-то что? Став есть, значит, магазин есть. Да, на тот момент стаффа не было просто. А так-то да, конечно. Конечно, логично. Четвертые когти у Наги, плюс 27 урона. Это топ-1 цель просто, надо ее обязательно мочить. Патма и Древо Ветров. То есть это пуш с Арчами, с меткостью, с Талонами, с Аурой Патмы. Очень опасный пуш, но со временем лорницами отбивается. То есть если не халявить и выходить либо в Медведя, либо в МГ, то Димка с Арбой рейджууем. Граби на стриме Мун с Лолайом уже... С Лолайом уже играет. Випс, что случилось с тебе? Что? Откуда? Ладно, все равно нас не слышат. Похоже, у нее там задержка какая-то дикая на стриме. Дивер-плеер включил и не перемотал. Хороший моноберн. Ну вот, Варя пустая просто. Она кинула один даггер и пустая. А Димка может продолжать. Во-первых, он сильнее нее, и он может продолжать нейтрализовывать других героев. Не понимаю, здесь в чем роль Вардынки. 59-60, одинаковые лимиты. По сути, Муну только нужно до... Ой, не успел он сделать с Берн. Ему нужно дождаться мастеров Медведей. Очевидно, у него в Нижней Лорнице делаются Медведи. Уже готовы. Там такое количество урона в когтях. И рейндж хороший. И лимит уже Ла-Ла, это больше. Жалко, что Лорницу отдал. Вот это проблема. И Талон выходит. Ой, там такой фокус будет. Мама, не горюй. Арчи с меткостью. Диспл против Риджува. Дима сразу выходит из боя. Варя с Энвулом. Дима пропивает бутылку. Неужели запушит Муна? Варя очень битая, очень битая Варя. Дима злой. Под Риджувом с арбой четвертого уровня, вторые миссы. Нарецкий, да там стафф, да не хватит. Что? Блин, ну вот в этом весь Мун. У него стафф, и у одного героя, у второго. Очевидно, бьют Димку, и он его не стаффает. И лорницу ставит там, где ее, очевидно, отменят. Ребят, хорош. Димку воскресили в таверне, но это четвертый уровень, там полтысячи надо было отдать за него. Чуть меньше. Когда медведи подходили к демону на минус треть хп, Нага подставляется, вообще надо Нагу бить. У нее такое количество хп по отношению к урону, который она дает, что ее надо вообще в первую очередь по возможности из битвы выключать. Ну, пуш с арчами талонами на островах Эха, это прям классика жанра. С переменным успехом тут отбивается Мун. Лимита у него, конечно, уже чуть даже побольше. Варя не участвует в битве. Блин. Минус арчи. Ну и проблема этого пуша, как и многих других тайминговых, в том, что они ограничены по времени. То есть вот если ты не продавил таким вот Т2 миксом, ну, понятно, что там третий герой, там есть Т3, там Патма, Арба, все равно. Но тем не менее, если не продавил, дальше будет почти нереально вытащить. Ну, там медведи копят ману, есть Риджу, все шикарно. За третье место, говорят, дают 4 тысячи долларов. Весьма неплохо. Но по сравнению с первым все равно очень мало. Кстати, вы в один день можете выиграть 4 тысячи или там 35. При том, что все очень близко, что Ла Лайт, что Мун очень обидно проиграли свои полуфиналы, лишив себя возможности. Почему Арба не на Наги Рейнджа? Видимо, ему стрелка нужна. Арба все-таки выключает тебя родной Орб-эффект. Видимо, замедление ему важнее. А, нет, третье место 8500, четвертое 4200. Все, это разница в 4 тысячи просто между ними почти. Ну, так-то да. Там первое место просто уносит 50% призового фонда, при том, что 8 мест призовое. Чем лучше Монтан Джианта в контрите? Высокий милишный урон. Деревья медведя. Ну, желательно у них еще защиту снимать, типа Фейри Фаер какой-нибудь. Но он недолго на них работает, к сожалению. Если грейт есть. Мун уже навязывает битву. О, делает 3 иллюзии Маунтан Джианта. Вполне вероятно, у него не было же этого артефакта. Он его купил в маркетплейсе по дороге. Класс. Моноберн по талону. Виспо идут, но они задолбаются. Диспо идут. Димка там застрял. Вообще, Муну сейчас не обязательно сражаться. Он снес 3 Мунвела 64 на 40. Без Демона Хантера здесь не очень сражаться. Демон Хантер, конечно, возвращается. Телепорт есть, если что, ловли этом. Варя, кстати, без всего. Его можно было и забрать на майне без маны. Там блинки есть. Но есть плюс в варчах талонов плейте в том, что, во-первых, ты можешь в циклон выйти и, по крайней мере, героев нейтрализовывать, если у противника не будет виспов или дряд. Ну и, во-вторых, как и любой рейнджд, можно использовать особенности местности, так скажем, для того, чтобы эффективнее сражаться. Ну что, противники толпились, там туда-сюда. Но, опять же, есть МГ. МГ вообще прямая контра к арчамам и к талонам. Потому что мало того, что у них тип брони такой, что арчи с меткостью все равно наносит в пределах десятки. Химеру делает. И талоны тоже еще меньше, соответственно. Так еще и... Ну, короче, они наносят три урона. Они наносят минимальный урон по МГ. По нему лучше не стрелять. То есть очень важно, несмотря на таунты, фокусить в первую очередь медведей, нейтрализовывать с циклоном героев, игнорировать просто полностью маута джейнтов. Ну и для того, чтобы, в конце концов, с МГ справляться, либо чтобы они одни остались, либо добавлять аовы, особенно на такой маленькой карте с Нэчу Блэссингом, можно, в принципе, сыграть через аовы. Там остановиться на лимите 80, все стоят на базах, никто никуда не идет, ну или там он вас пробить не может. Вы добавляете сверхлимит, а не лимит, а деревья, выкапываетесь, поехали. Там есть свои нюансы, конечно, что вас могут просто разводить на мобильности, но в целом в лобешни, конечно, и МГ не смогут с аовами сражаться. У Муна 80 против 66. Там тоже задел под 80, но по деньгам что-то не выходит пока что. У Арчей два грейда на атаку, есть меткость, естественно. Таунт МГ на аовы работает? Мне кажется, не должен вообще. Ну то есть, как бы должен, но нет. Не должны аовы на эту мелочь вестись. Но пацаны напишут в чатике, я просто не играл в такой стадии. Мне кажется, они типа не юнит все еще. Но пацаны должны шарящие написать в чатике. Работает ли таунт МГ на Ancient of War, лоры, винды и прочие деревья? Надо дрыны брать, кстати. МГ. А, сейчас просто минус... Ой, Химера увидел, Химера увидел! О, красиво! Надо стафануть медведя. Две Химеры уже. Телепортироваться пора уже. Химер, киудиви, Лимуна! Надо срочно доштамповывать... Кого, кстати? Дрят? Лучниц? Как и на вышке, не работает, говорит Фума. Не работает, конечно. Что бы спросили, работает циклон на братье? Дриад Химер решил Химера законтрить. Ну, понятно, Химеры по Дриадам не стреляют, Дриады с бонусом по Химерам, но там проблема в Орчах. Что для того, чтобы тебе подобраться к Дриадам и к Химерам на расстоянии выстрела, ты должен точно подойти к Орчам. А еще есть тема, что... Скорость убийства. Понимаете, Химеры быстрее убивают медведей, чем Дриады убивают Химер. Это важный момент. Поэтому пока вы там будете пытаться фокусить, может быть нанесен критичный урон. Ой, тут вообще идеальное место для Химер. Надо справа их за лес завести. Класс. Ну, игра очень близкая. Ой, да ладно, серьезно. Что это? Что это? Что это? Что? 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 Под нейтралов. Там нейтралов. Разбудите все. А, он тыкает просто в... Тыкает и телепортируется. Телепорт есть. Варька улетает, очень боится. Там, кажется, одна Арчатерка умерла. Ну, в принципе, неплохо. Стрелал нейтралов. Тем более, на карте больше нет нейтралов. Эти были ценными. Но у Муна, с точки зрения... Экспы, все отлично. Почти пятый Дима, почти пятая Нага. У них, в принципе, одинаково. Если вот убрать Патму и разделить опыт между этой, между Варден и Нагой, то так и получится. Почти пять, почти пять. Да, сегодня очень сложная серия. Сварли говорит, вчера за это время уже четыре боу успели сыграть. Да, тут только третью начали. Но вчера 3-0, и без борьбы некоторые вообще были. А тут все, 2-3, 2-3. И не 15-минутные игры сражаются. Ну что, Мун снова пришел, лимиты сопоставимы. Там минимум две Химеры, третья вроде была где-то... А, кстати, он мог Химерам сделать Сидж и долбить шахту той Химеры издалека. Пускает иллюзию Демон Хантера. Может повестись кинуть Даггер. Кинула, что ли? Да, кинула. Маны нет. Варден повелась. Кажется, повелась. Опасаются терять лимит. Очень аккуратно подходят к сражению, оба причем. Не повелся, не было Даггера. Ладно, элемент. Четыре Химеры там. Ё-моё. Залететь бы ими. Снести бы что-нибудь. Уже готовятся гипосы. Как естественный контракт с Химерам. Мун при этом выходит из лимита. Но желательно посражаться у Муны где-нибудь в чистом поле. Ну, то есть, чтобы... Чтобы не толпились его люди. Но медведи все равно от четырех Химеры могут улететь очень быстро. Там же не просто Х2 урон сумасшедшим. Там же еще сплачь. Так, а это что? Ancient of War. Зачем он делает Ancient of War, интересно? Кстати, Химеры же отлично ложатся еще на Патму. То есть, это достойное продолжение Мастер Чей. Еще 20% к урону. Получается. Так, кажется, сейчас пойдет размен. Шесть Химер. Шесть Химер. Медведи сгрызают Мунуэлы. Почему МГ опять без этих самых? Ну, Муну надо телепортироваться. Спасать свой эксп и сгрызать все этими гипосами. Хотя, может, стоит отдать? Нет, он телепортируется и начинает склевывать. Телепорт на телепорт. Минус две Химеры. Кажется, две все-таки. Нет, одна не успела умереть. Но есть же Мэйн. То есть, он перекопается в любом случае, но время потеряет какое-то. 99 лимита у Луналикова. 9-9, 9-0. Вот, смотрите, правый верхний угол. 99 из 90 лимита. Против 70. Причем он понимает, что Дрозды сейчас могут вполне доклевать всех Химер очень быстро. Дима 5-й, Нага 5-й. Зачем ему... Ну, видимо, хочет Мунвелл добить все-таки. Один алтарь, один Мунвелл. Ну, он дает противнику еще один повод. Хотя, зачем так рано идти, да? Там пока дерево дочапает. Время есть? Да, Ла Лайт спокойно дает. Там с кем-то, кажется, еще чатится, пьет из чашки что-то. Это нормальный такой Мирор. И напряженный. Просто в дефенсе сидит и все, улыбается. А Мун очень серьезный такой. У-у-у-у, прям у-у-у. Суровый. Да, Ла Лайт там удовольствие получает. На минус 4К. Я не знаю, с какой стороны подступиться. На такое огромное количество деревьев землей атаковать, нападать крайне сложно. Можно напасть чисто, чтобы склевать химеры и разменять лимит, чтобы просто у тебя было не 99, а 80. А то уж сильно много штрафа получается. Блин, а это же может быть ничья какая-нибудь. Ну, да, сейчас золото закончится, а смысла... Ну, у Муна нет, например, нормального спорта. Это не способа беспроигрышного, кроме как выхода в химер самому. Да, просто продавить вот эту вот штуку все. Берет дрыны. А, он хочет весь лес, наверное, извести. Страта. Ну, чтобы не толпились. Вот убрать елки справа, убрать елки слева. Ну, позиция для химер просто шикарная, видите, они сверху такие... Ну, гиппосы опять же есть. Клюют они очень сильно. Патма подбешивает. Сорбой. Провоцирует. А, думал, что заблочил Демон Хантера. Ну, там такой у него все равно. Ну, инвул, персональные унаги. Там... Бутылка еще есть. Да, он убирает реально лес. Он убирает лес. Ой, наркоманы, эльфы. Ну, видимо, чтобы как... Экспанда был доступ. Ну, это тоже не фатально. Что, у него там дерево второе есть большое. И... Он же не будет все равно смотреть, как у него... Хотя, да, там безопаснее. Еще АОВы добавляет. Лайт. Все, 64 лимита. 64. Красиво. Наркомания творится. Такое количество арчей в бараках. В этом так можно погрязнуть, застрять. В мунвеллах во всем этом деле. Хитрый план лишить добычи дерева, врага? Кстати. Неужели атака? Пошла атака от Муна. Да ладно. Химер отзонивает. Мана Берн на третий. Минус эксп. Циклон пошел. У-у-у-у. Иллюзия МГ проходит вперед. Химер вроде как склевывает. Не, гипсы, конечно, очень злые против Химер. Особенно под рыком. Просто в секунду сгрызают. 94 лимит на 44. Ла-ла это сейчас, кажется, убивают. Все прячутся. Там Патма в хайде. Варденка в хайде. Маутен Джайнт убивают базу. Сейчас, кстати, можно Димку развести. Светок лечения. Инволл минус база. Патма еле живая. Там прям под мунвеллами без хп. Димка стафует. Он скоро вернется назад. Деревья выкапываются. Не, он продавил ла-лайт. Вообще нестандартная игра. Где Дима-то? Где он там ходит? Классные стафы идут. Минус МГ. Дима полчаса был на базе. Так и не... Можно, кстати, Арчи закинуть на Гиппасов. Хорошая тема. ДПС поднимется в два раза. Ну, в полтора, ладно. В полтора. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Обменялись бёрнами. Деревья идут в бой. Как же деревьев много. И Арчи сзади стреляют. Такой балаган. Дима на половину шестой. Вот Димка шестой бы здесь по деревьям со сплэшем. Так бы лупил. Да, он телепортировать, ему нет смысла здесь долго находиться. Он поубивал несколько овов. В Пекине уже 20... 22-20. Как думаешь, перенесут финал на завтрак? Не знаю. Димка останавливается. Там полный Мун Вэла. А, он просто много времени потерял, потому что дерево-то у него же на экспанде. Ла-лай-то уже там руки чешет, улыбается, всё. А Мун очень серьёзно относится к происходящему. А-а-а-а, у нас совсем уже всё? Ну, у нас же шахта закончилась. И что, у Ла-лай-то там тоже всё печально. То есть, если бы сейчас Мун разменялся на равных, то он был бы позади. Есть Нага шестая. С ультимейтом Нага. С ультимейтом Нага. Мы увидим торнадо в какой-то веке, друзья. Торнадо вчера фуфашки так зарешал. Просто, когда гипосы пролетают мимо танков, и ты делаешь торнадо, это просто сразу минус гипосы. Они же шустрые, быстрые. Танки пока там выстрелят туда-сюда, а если замедлить их таким образом, то они умирают очень быстро. Мун строит... Ла-лай-то... Смотрите, как... Ла-лай-то лыб... Ржёт там, просто откровенно смеётся над ситуацией сложившейся. Любопытно, сколько... Сколько золота осталось. На нычке. У ла-лай-то. Так. Дерево такой... Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. 77 на 35. Баллисты? Баллисты! Не, баллисты хороши, но они же уже не те, что раньше. Они же промахиваются. Понятно, что они делаются против бараков, и всё равно будет работать хорошо. До сих пор 0-0. Да, 34 минуты уже. 35-я минута идёт сейчас игры. Протекторы окапываются, начинают штурмовать. Ё-моё. Но появившиеся баллисты могут стриггерить Муна на атаку. Потому что перспективка потерять довольно быстро протекторы. Она... Да, и он, кажется, пойдёт сейчас в атаку. Ой! Работаем! Монобёрн на 128. Дима вырывается. Дима очень бит, прописывает Монобёрн. Так все толпятся, ё-моё. 77 на 44, между прочим. И Мун отступает. Плюс у неё есть мёртвый лимит в виде гиппогрифов. Нужно избавиться от бараков. Как ни крути. Нужно прорваться к этим арчам, героям. Минус один, наверное, шатувинд. Дима, 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 Инвул! Ничего себе там, как ему плохо. Падает Патма. Минус 20% фурона уже. Ну и с руки теперь она не наносит. У неё 4 когтя было и арба. Варька прыгает домой, но маны в колодцах нет. Медведи уже ходят по базе. 27 лимита на 77. Димка, телепортируйте. 5,8 Демон Хантера. Да, выгоднее отступить, восстановиться, прийти и с ультимейтом добить. Но эта карта, естественно, осталась за Муном. Эпическая просто борьба. И представьте долбёжку стандартную на спулбрекеров, альянс на альянс, да? Насколько всё-таки эльфы халявная раса, что могут играть самыми разными штуками? Кстати, хороший вопрос. Почему до сих пор не ультанёт Мун? Хорошая же тема. Форкет? Мана есть. Ну где ульта Анунага? Ну, Нага. Дима врывается вперёд под Риджон. Барденка бедная. Куда там блинкуется она? Живая, до конца лалает, борется. Улыбается. Сейчас ГГ напишет, я вижу, откинулся уже на кресло. А вот и ульта Анаги, смотрите. Димка, где шестой? ГГ. Ох, красивая будет серия, я чувствую. Я жду масс котов от Муна. Надеюсь, там Твистед Мэддус не вычёркивали. Можно будет котов погонять. Это будет классно. Ой, наша же ещё. Ку вернулась, смотрите. Ку. Соус Ку вернулась. На финал. Ну, лучшая аналитика, самая качественная нужна от неё на финале. Она просто очень качественно умеет кивать, просто лучше всех. А у нас Бо-1, Бо-5. 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 Ну, Дима отработал отлично. Мало того, что он нейтрализовывал в большинстве случаев Варден, так он ещё отдавался так. Но это Нага не стопануло. Это предательство. Со стороны Наги. Асшары. Асхарт. Ну, вы поняли. Хотя это он их со дна поднял. Чуть-чуть не хватило Химерку, да, есть одну. Эпические бои. А было бы ещё круче вот эти вот все масштабные бои. Смотреть на старые графики. Там было бы всё понятнее. Так, ну что ж. Продолжаем. Вампирчик пришёл, тоже древний товарищ. Привет, народ. Пришёл на последние 10 минут, но успел узреть главное событие — съедание леса эльфам. Мой мир никогда не будет прежним. За кого воюешь? Ну, известно, что у эльфов есть кенарий, который взмахом одной руки восстанавливает лес без особых проблем. И все знают, что эльфы во благо могут деревьями и пожертвовать. Деревья едят. Собственно, деревья другие. Если надо, то надо. Война так война, а не игрушки. Игрушка. Я смешно пошутил сейчас, но так сейчас. Кеннери там не видел. Он придёт после. Уберётся. Здравствуй, Юэк. Надо за Лалет отопить. Он сидит весёлый, фанец, а Мун как генсек по телевизору. Ну. У Муна, видимо, задачи другие. Лавлет получал удовольствие от того, как... Что-то мне подсказывает, что матч за третье место будет интереснее, чем финал. Тиаш и инфи похожи. Мы будем называть их по-разному. Ну, просто там инфи, тиаш, тиаш инфи. Они будут играть, оба за хуманов. Одинаковые герои, одинаковые юниты. Хотя не факт. Там бывают всё-таки темы рашануть в Т3, попробуют пережить, дотянуть. Лени говорит, осталось всего три ключа. Да ладно. Заканчивается уже всё. Ну и гол тоже заканчивается. Да, есть Твистед Медос. Причём выбрал Твистед Медос Мун. По крайней мере, на одной карте мы увидим макрос с котами. Макрос с котами. Кота макрос. Я просто скучаю уже по этим котам на ТМе. Эльф на эльф. Это же такое безумие. Просто размены по базам. Нички по всей карте. Стенка на стенку. Свитки там. Дирижабли с катапультами. Бдыч-бдыч. Миша, 100 баксов один к одному на исход карты. Время до 20-го лимита. Ё-моё, искуситель. Арус Брейн. Но до 20-го лимита халява. Я смогу оценить ситуацию, сказать, кого преимущество. Это карта Лавлиета, но на самом деле пофиг вообще, какая карта в Мироре. 20-й лимит. До 20-го лимита. Всё-таки удалось Росбрейну мне раскрутить ещё на одну соточку. Но учитывая то, что предыдущая соточка косвенно полностью вернулась на сайт. Косвенно ко мне и косвенно на сайт. Поехали. До 20-го лимита. Блин, до 20-го это же мало. Я только героев смогу увидеть. Но уже неплохо, кстати. Блин, или... Соглашаться или нет, соглашаться или нет. Время до 20-го лимита. Ай-яй-яй-яй-яй. Не, ну Умун-то изи выиграет. Чёрт, в прошлый раз мне это стоило соточку. Спокойно. Смотрим на героя. По героям Ван Гуй. Да-да-да, придётся. До 20-й минуты время есть. Прямо перед ГГ делать ставочку. Как Михаил ценит время. До 20-го лимита у меня есть время. Что, как Михаил ценит время? Патма, у Муна так, так. А там 14 лимита. Покажи, опс, покажи героя, пёс. Козёл. Блин, ну козёл-то попасть не на старте. Ё-моё. Ладно, Мун доживает до Дриад и контрит козла в салат. Всё, мой прогноз, я принимаю бой. 100 баксов. Поехали. Смотрите, ситуация какая. Патма — это аура. Патма — агильный герой, который при копке козла будет страдать очень дико. Но, если мы доживём до контры, типа Дриад фирменных Муна, то от козла не будет никакого прока. Импейл, ой, тьфу, интэнгл диспеллится. Мун не добивай, только, пожалуйста. Да, молодец. Энты диспеллится, интэнгл диспеллится. Вот, и всё хорошо. Вот. Ну и, конечно же, Патма хороша с течением времени. То есть козёл с течением времени ухудшается. По крайней мере, в Мироре, потому что диспеллы есть. А Патма расцветает, потому что уровень растёт. Лимиты, как правило, ну, не как правило, а могут тоже расти. И она лучше работает там на лимите 50, чем на лимите 20, на лимите 80 и так далее. Чем больше народу, тем полезнее Патма. Когти ей выпадают. Плюс 9. Патма уже будет весьма неприятно. А со стрелочкой плюс 10. Это урон по 60 в лицо, до 60. Козёл, правда, второй. Патма пытается добиться. Не пытается добиться. Куски от Арчи отваливаются. Виспа держит рядышком, готовится. Минус Арча. Оооо, заноси. Заноси. Вот это да. Диспел не достал по верхнему. Как же она давит. Как же она... Минус Арча просто. Мне кажется, Арча... Сколько она стоит? 100 баксов, мне кажется, она стоит. Коты. Блин. Да ладно, почему маскоты? Давай с одного барака коты, чисто так, а потом резкий транзишн в Т2. И в Дриадок. Так, Мун, ну ты все знаешь, ты умеешь все. Давай, не расстраивай меня. Как же харасит. Просто плюс 19 урона со стрелки. А, вы, кстати, знали, что если юнит во время выстрела пропадает из поля зрения, ну, типа, вы стреляете, но юнит уходит из поля зрения, то стрелка не работает. То есть стрелка не огненной летит. Я не знаю, как так, но вот это факт. Так, ну один барак я вижу, Труб. Надеюсь, что я вижу один барак. Там снизу, не дай бог, второй. Ну, серьезно, ты будешь маскотов против Кипер гонять, ну. Висп дисплейлится. Красиво тут доконтраливается. Он справа что у нас? Барак, что ли? Блин, барак, два барака коты. Ну, а как же козы? На самом деле, если не дать Киперу нормально поприкапывать, то можно со свитком хорошо рашануть. А, и Виспа отдает на ровном месте. Если стрелка каста вязать, то рейндж больше будет? Нет, кажется, это не зависит вообще. То есть, просто если чуть дальше чем, то вылетает обычная стрелка. Да, сейчас будет давить. Два Виспа. Диспл, диспл. Ой, шикарный диспл. Козел пустой. Арчи гонит домой. Мун давит. Делает просветку, заранее купленную в магазине. Когти есть. Коты затупили. Что делать дальше? Козел пустой абсолютно. Коты в бой. Давайте. Там два-три кота сзади. Алло. Дави, Мунчанский. Еще протектор тут бахнуть ему. Висплы выходят. Висплы вообще не помогают здесь никак. Я не знаю, зачем лалает что-то он делает. А, он просто, чтобы избавиться от стрелки делает виспов. Ну, ты, конечно, лалает. Падает кот? Не, не падает кот. Кот уходит. Арчи падают. Ну, это изи 100 баксов. Самые легкие 100 баксов в моей жизни просто. И это Муновские? Это Муновское дерево. Мун решил быстрее справиться, короче, с козлом. Козел третий, но, значит, дольше будет выходить из алтаря. Сразу направо сдвигаться надо. Направо, направо, Мунчанский. Ой, молодец. Ну, чуть-чуть направейший. Я же говорил, направо. Гэгэ пишет. Стук. Изи просто. Слушайте, ну, это было несложно. Ну, пришлось немножко поконтролить. Там собраться, выбрать правильные стратегии, но мы справились. Молодцы. Приятно. Коты гуляем. Я думаю, что все-таки Мун такой более долгосрочный контур выберет. А он решил просто сбагрить висков. Отличный диспейл и все, и домой. Более трех сотен кодов. Все, говорит Лене. Да, поздравляю, друзья. Ключи закончились. Следующий розыгрыш, точнее розыгрыш, а раздача будет на следующем голде. Доживем. Поздравляю те, кому ключи достались. У тебя прямая связь с Муном. Ну, я прям как сам играл. Переживал прям. Закотов-то почему не... А еще будут низины. Если Ла Лайт отожмет карту, то будет Твистед Медус. Понеслась от Росбрейна продолжение. 100 баксов на третью карту. Валидно до 20-го лимита. Ребята, я, кажется, нашел способ разбогатеть. Собрались. Смотрим, что за карта. Пофиг на выбор Ла Лай, это ему сейчас он не помог. Смотрим на героев. Делаем прогноз. Остановись. Да, пока заходит, надо ставить. С такими фразами из казино не уходят. Я помню, да, Лёг? Потом начинается заливочка. Воспоминания о том, сколько было выиграно. Но уходить уже не хочется. Здесь, если серьезно, очень сильно подрешал дроп. То есть вот эти вот плюс 9 урона на каждый выстрел, это на дистанции 3-4 юнита, 3-4 арчи. Ну и Ла Лайт еще арчи плохо контролил. Одну отдал в чистом поле на старте. Потом выходил без нормальной разведки со своей базы. То есть там... Кипер-то попасть не будет, ставит на подмол. Ну да, да, да. Просто у каждого героя там свои... Свои... Сильные, слабые стороны. Ну что, Баннер 1xbet у нас 3-ми миша? Нет, лучше уж ГГшки вернуть. Так, теперь я нас карта. Терри нас карта, да? Это вообще фирма Ла Лайтовская. Так вы сможете сюда легко прикрутить самые основные результаты игры. Да это понятно, если... Белый сайт, ГГшки, все будут часты. Ла Лайт находится в какой-то постоянной эйфории. То есть у него такое изумление, смешанное с негодованием и радостью. То есть обескуражен. Типа, ну что, ну как, ну и что? Вот такое у него выражение лица. Так, до 20-го лимита. Принять решение, кто победит. Смотрим на героев, делаем прогнозы. ТС, чем? Хорошо можно прокрипиться, можно поиграть в макро, можно поиграть в разводы. У Муна здесь не сильный недостаток по типу карты. Он на ТСе тоже очень любит играть, в макро умеет играть. Оба будут крипиться, лагерь наемников. Будет некий рандом по артефактам, но вопрос в герое. Лолита может вообще сыграть в Вардынку снова. Раз уж он на Эхо Айлос выбрал Вардынку, то и здесь может быть Варя. Скорее всего, здесь Варя, а там Дима. Если мы говорим о прямой контре, логичный от Муна. Так, и... Чизис, уже все, закончились ГГ плюсы. Девять лимита. Кто? Дима? Дима. Правильно думает Мун. Варден? Диамон Хантер. Блин, и что мне делать? 15 лимита, надо уже на кого-то ставить. Ну, при прочих равных, там, ну Муна 2-0, ну 3-0, Лолита вообще не уверенно себя чувствует. Черт. А, это показали первого Лолиту. Ладно, на Муна. На Муна в этой игре. Жалко, котов не увидим. Но если я проиграю, то получается Лолита выиграет, и мы увидим котов. Так что все, я в любом случае, выигрыш получается. На Муна, на Мана. Почему эльфы панду больше не берут вторым героем? Против кого? Панду подрезали по капу урона, ее брали раньше против Альянса, и берут периодически против Альянса, особенно карты, где есть танки. Против эльфов не берут и не брали. Вообще-то. Вообще-то не берут и не брали, из-за Дима Хантера все просто. Диспл пошел. И... Ну тут жизни нужны. Scroll of the Beast, посредственный артефакт. Ну, если он виспами контрится, как правило, продается. Бутылка жизни или инвол большой, это лучшее, что может попасть сам. Большая мана. Ну, по крайней мере, второму герою можно будет отдать. Но в темпе Дика потерял Мун. Видите, из-за этого диспла. Успевает просто артефакты взять. Класс. Ну, Мун уже позади. Пу-па-па-па-па-па-па-па. Хориться не трожь. Но по артефактам, по боевым уму на ситуации лучше. Ну, то есть у нее перчатки скорости эти. И силы. А там непонятная какая-то мантия и хайт. То есть вообще этот вырыв для Ла-Ла, это было абсолютно неразумно. У вас два одинаковых героя, два одинаковых юнита, и вы проигрываете, очевидно, по артефактам. Причем есть же еще тема, что если ты отступаешь, то ты в любом случае теряешь какое-то количество дополнительных хитов. Просто на отступлении. Поэтому очень важно принимать решение об атаке. Мун синий, если что. Да-да-да, я перепутал цвета, естественно. Мун синий слева, Ла-Ла, это красный справа. Вот, и благодаря этому Мун собирает сейчас собирает сейчас сер-клетку. Все благодаря вот этому виску, который задиспейлился. И темп снизил резко. Так что да, так что Мун сильно впереди. Сорри. Я их перепутал опять. О, какой агрессивный криппинг. И крипджек может быть. Да ладно, сейчас мы просто можем... Минус жестовестных троллей раз. Артефакт стрелла лает. Но он может потерять еще одного тролля. Пытается перехватить Берсерка. Берсерк решает отдаваться просто на Кобальдах. Ну он байтит, это тролляка. Да, и будет. Арчу наказали за то, что она разбудила. Ой, овца! Нет, там овца или... Ну, короче, кто-то подблочил жрецалестных троллей. Ну, в результате плюс 5 лимита просто у Муна. Две лорницы здесь. Экспанд вообще у Муна сразу. О-о-о-о! Он... А, и здесь тоже экспанд. Только отменяется. Да ладно! Все-таки... Да, овцы тоже за Муна играют. Ему надо сейчас, может быть, даже телепорт делать, а не персональный стаф. Персоналка возьмет. Он еще лорницу отменит? Что за тайминговая чуйка! Просто пришел просто и... Не-не-не, надо валить уже. Но это было бы классно. Прикиньте, прибежал там, крип джекнул, раз. Отменил эксп, два. Прибежал еще лорницу, поубивал три. И все это в окошко в одну минуту. Класс! Патма вторым героем не совсем понятна. Вообще роль Патмы в такой ситуации. То есть он что, в масс-дриад будет играть с лорницей или что? Просто нет особого смысла. Да, масс-дриады просто. Тогда понятно. Димка рядом. Моноберн увидел базу. Ну, Ла-Ла, это что хорошо? Это все-таки третий уровень, Димки. Там Патма идет. Виспов вытаскивает. Но с первыми дриадами может очень хорошо затащить Ла-Ла. Хотя учитывая тот факт, что он очень... Ну, что он потерял Берсеркера, что вот Берсеркеры Арча, которые у Муна в плюсе, они... Они первых дриад могут законтрить. Еще одного Берсеркера берет грамотному. Ну, он, видите, крепится одними, отбивается от Хараса другими. Ла-Лайт понимает, что ему нужно время выиграть, пока у него там у самого база строится. Но, к сожалению, здоровье демона, оно... Так, Димка, Димка третий. Разбежались, но время сейчас работает безусловно на Муну. Безусловно. Я не знаю, видел ли он под Муну, потому что... Ну, какой... Какой лапой? Зачем ты добил? Это просто триггер. Четко, что Маз-Дриады будут. Но он это понял, и именно на Маз-Дриад он ответил Берсеркером. Здесь, мне кажется, именно так. Поэтому сейчас у него вариант какой? Либо он идет пусть даже с экспандом но в Т3 в первых медведей, типа медведи-Дриады-Микс лучше. Либо он уже забивает на то, что у него Нага и тоже играет Маз-Дриад. Просто пораньше нычка. Посмотрим, посмотрим. Надо глянуть на... Да, у него тоже Маз-Дриад. Точку сбора только не поставил правильную со второй лоринсом. А так, молодец. Коза на коз. И обратите внимание, идет уже третья игра, и в каждой из игр почти... Ну, то есть разные стратегии. Причем в одной игре были две разные стратегии от разных игроков. Ну, там и разные герои в первой были, разные страты. Да, по сути, в двух из трех игр разные страты не похожи на никакие и не похожи друг на друга. То есть, по сути, на данный момент у нас пять разных стратегий к этой третьей игре. Пять разных страт на три игры. Поэтому эльфийский мэтчап с зеркальней самый нескучный, на мой взгляд. Дриаду сейчас могут убить тролли. Ну, что... Ну, Лалай, ты чего? Потерял Дриаду в чистом поле просто. На ровный... Вон трубчик Дриады. Ну, не теми танковал. Не заметил просто, как... Шел процесс скриппинга. Так. Плюше что? Видимо, Инта или что? Нет, Сила. И он Силу передал Наге? Серьезно? Силу лучше Димке, конечно, давать. У него выше армор, у него есть миссы, у него более эффективные эти 150 хп будут. Плюс он милишный, он чаще получает. Ну, ладно. Да, Димон Хантер собирает. Экспум. Сзади подходит враг. Очень растянулся он. Хотя у Муна тоже проблемы есть, видите? Битые Дриадочки. Обменялись моноберными. Ну, в целом, они... Мне кажется, что сейчас оба тыкнули уже Т3. Несмотря на то, что Лалите Т3 непонятно зачем нужен. Но вообще он должен агрессив. Не-не-не, он не тыкнул Т3, он строит коз. Ну, тогда нужно активнее идти, покупать свитки лечения. Мун купил свиток лечения, а человек, который играет четко в Мастр Дриад, не купил свиток лечения, хотя был на магазине. Лалита с Дриадами что-то намутила. Намутила. Ну, Патма, вторая аура, Маскозы, вот это вот все. Синергия, да? Казалось бы. И при этом он без... Вообще, тут должно быть два свитка лечения. У одного героя, у второго героя. И потом контроль коз. Распределение дамага. Арчи убивает, чтобы поместилось что-то. Может быть, даже там МГ. Мне кажется, что Мун должен выходить в Т3. Видя, что он доминирует, это как возможность неплохая. И добавляет там дальше либо Медведя, либо МГ с дрынами. Нага, третья. Дима, четвертый. Циклон на продаже. Там Book of Death на продаже, Циклон на продаже. Циклон, конечно, можно немножко потянуть, пока все Дриады не умрут. 10 литров варенья наварил, говорит Росбрейн. Это из малинки. Став, книга, и добьет Мурлока еще. Ой, красавчик. И тролля даже не потерял. Молодец. Странно, что Алисит, они это самое не занят цензурную лексику. Причем Росбрейн в жизни не ругается, а в частике ругается. Это как? Я не знаю. А-а-а. Его не банят, потому что он пом... Не, не может такое быть. А, Малина, спасибо. Да, я-то. Это Жень, ничего. Там Т3 или не Т3 пропустил? Да, МГ, агрейды на МГ. Мун в Т3, А Лолита идет на Экспанд. Забанить его надо для профилактики. Да что-то не помогает вообще. Надо добавить. А, там, видимо. Да, помощники, спасибо большое. Вот и поговорили, называется. Ох, ошибка, что Матон Джайантов не взял, не взял в руки палки. Во-первых, у вас меняется тип атаки на Сидж. Адриады от Сиджи получают в полтора раза больше урона. Во-вторых, в целом возрастает урон на семерку, кажется, в среднем. И у вас получается дальше рейндж, то есть становится... Вы издалека начинаете попадать, там добавляется какой-то рейндж. Ну, Мун очень уверенно здесь, мне кажется, ведет. Ха-ха-ха, Джеки забанил разбрейна. Ой, молодец. Хорош. Так. Нам бы еще ОПС показывал периодически Т3 Ла-Ла это, то есть есть он или нет. То есть вообще какие-то там перспективы у него. Но Ла-Ла играл абсолютно странно в этой игре. Он берет Патму и играет в Маздриад, но и делает это не агрессивно. Вот, Рыны пошли, хорошо, вот это тоже другое дело. 35-56 урона, Сидж урон, бах, 1-1 грейда. И там медведи у Ла-Ла, это тоже Т3. Форкет на трех висков. Красиво. Ммм, опять кто-то выходит из игры. Минус Магаз. Вон, смотрите, дистанция МГ как атакует издалека по дереву. Там где-то 100 100 единиц добавилось ему. Хорошо бы узнать это по World ID, только если кто в курсе. Ой, позиция шикарная для МГ, просто изумительная. Хотя Мунвелла рядышком, это плохо. Book of Dead? Чук-чук-чук-чук-чук, я говорил продавать Book of Dead. Зачем юзать Book of Dead против Маздриад, у которых полная мана? Экспо отдать. Дирижабль надо вкуснуть. Дирижабль не упал. Димку бьют. Жесть, еще не все потеряно у Лолиты. У них одинаковый вообще лимит. Хуэ, не хуэ. Говорит комментатор. МГ один упал, пара тройка медведей упала. Ждет, когда отпустит Диму, но дряды умирают очень-очень активно у Лолиты. Делает телепорт, пятый Дима, медведя можно убить. Но это Мун. Ай, карамба, ну е-мое. Ну это типичный Мун просто. Типичный Мун. Все там, фокус-дряд был, стаф, отводы, таунты, нага там вернулась, стафнула, персоналка вернулась, а после телепорта, Дима не в рейнже, телепорта. Вот это только у него такая хрень. Да не, не минус соточка пока, но игра-то выровнялась вообще-то. Вообще-то. За Димку за пятого заплатить знаете надо сколько? Ого-го. Вот блин. Сейчас без медведей-то сложновато. Вообще медведи-дриады, а не Матун Джайантов с дриадами. Мо, что-то по серии причин. Зато мишку отжал. Ну так счастье вообще. Он передал, кстати, силу Демон Хантера, смотрите. 5,2. И по героям даже Ла Лайт после смерти этого Демон Хантера вырвался вперед. Все же нормально было. Вообще, если серьезно, то выход сейчас в одинаковый микс. Медведи-дриады, конечно, выгоден Муну, потому что Патма начинает значительно хуже себя вести, потому что он не работает на медведей. Да, есть остаток дриад, но это не масс, все равно не масс. А Нага может и форкет сделать, и фокус по Димке может дать, снизив его боевые способности. В общем, она больше влияет на исход боя, чем Патма. Лолита, Лолита. Третий грейд на атаку у Лолиты. Ну вот как после этого какие-то прогнозы строить? Если можно вот так соло-героя потерять на ровном месте от телепорта. Нага там не добежал телепорт раньше времени, прожал. Ну и Димка и вырвался тоже. Зато у Патма ульта сильнее. Это да, но у Наги, если она не сильно будет отставать, то своя будет ульта, которая будет контрить. Патма дождь даст. Да, я понял, ребят, я понял, вы молодцы. Дождь. Дождь даст. Все правильно. Вы правы. У Старфола нет ограничений по урону, поэтому там миллионы могут вылететь. 78 на 77. А что по грейдам, кстати? Не тыкали на Муна? Ну Бёрн, Мун! Минус 150 на ровном месте. Ну что ты делаешь? Ну ё-моё. Рык на медведей. Апсу нужно, конечно, что-то с руками сделать, потому что он показывает настолько странные вещи местами. 3-2. Хорошо, наконец-то мы дождались клика на юнит. То есть третий грейд на защиту последней делается сейчас у Муна. Светок протекшен, светок хила. О-о-о-о, Лолита там рядами со своими летает. Серьёзно? А в чём смысл? А-а-а-а! О-о-о-о-о! Красиво! Ну и как мы без дирижабли-то? Сколько голды в мэне? Ну уже 20 минут, оно уже должно заканчиваться. Там вот или на 25? Я не помню, сколько золота. 17 с половиной. Если 17 с половиной, то на 30 минут. Если 15, то на 25. Или как там? Ну почти на 30. На 29 и 10 секунд. Да что Мун такие пропускают бёрны? Алло! Виспы шикарные, просто шикарные. Стенка на стенку. Медведь на медведь, брат на брата. Ой, таунт ещё в центре. МГ, конечно, хорош. Он так сбивает всех медведей. Они начинают бегать вокруг. Ой, как сбили! Вы видели? Это минус пару сотен урона. Просто вот сейчас сразу же. Но хватит ли этого или не хватит? 81 на 76. Муна меньше. Муна меньше. Свиток лечения. Дирижабли работают. Лолита отлично. Монобёрн минус медведь. Очень бит медведей. Свиток от Лолиты. Мун понимает, что разваливается и телепортируется. О-о-о-о! Вот это зарубы, конечно, у эльфов такие. 5,2, 5,4. Там скоро ультимейты будут вообще. Ну, представьте, стоит стенка медведей на стенку медведей. И стоит здраво... Ну, там все борются, там воюют. Р-р-р-р-р все дела. И за спины стенки что-то очень обидное кричит Mountain Giant. И все медведи, которые вот прям... Они перестают атаковать. Тех, с кем воевали. И пытаются прорваться к Mountain Giant. Вокруг там бегать, начинают двигаться, не атаковать. И пропускают, соответственно, там 2-3 удара каждый. Класс! Один МГ там прям очень сильно подрешал. Он все сбил. Там надо было через атаку снова перенаправлять. Причем дважды это делать. Класс! Стенка на стенку. Ну что, 3-3. Свиток, свиток. И стоит с другой стороны. Шреддер берет Moon. У каждого по стафу. Почему Муна какой-то вообще балаган? Он явно в стафу не биндит никуда. У него он в разных клетках находится. Смотрите. У Ла-Ла это правый верхний угол. Ну как бы под бинды. Все четко. А у Муна, у демона посередине... А нет, посередине. Стоп, все, молчу. Все, молчу. То ли переставил, то ли... Переставил же он, да? Сейчас Свиток в другое место. Фу, все хорошо. Извините. Мейн закончился. Опять Мана Берн Ула-Ла-Лайт. Контроль это очень хорошо. Но здесь на мосту с Малтун Джайантом вообще должно хорошо сражаться. Полукруг, полукруг. Ой, на выходе с моста. Классно ловить. Это как в старые добрые времена на рампе. Встречать. И Шреддер по центру такой. Да, я их зарежу всех. Ой, полукруг красиво, блин. Почему только графика новая, а? Хотя уже чем дальше ты меньше рефлексировать на это начинал. Уже юниты узнаются. Понемножко. Надо наиграть несколько тысяч матчей, и все будет вообще нормально. Дерево передумало. Пошло, да нафиг. Я лучше в другое место пойду. А Мун в это время угол-то занял. Класс. Просто класс. Ну, посмотрите. Красота какая. Они не просто стоят. Мун точно выигрывает время. У него сейчас база начнет работать. Взял елку такой. Так, собрались. По центру. Так это же батя. Вот. А Лолита пытается уйти. Я не знаю. Правый верхний опять дерево подчапало. Патма провоцирует Сарбой. Бесит, бесит. Форкит им. Форкит. Дима тоже подходит. И вроде как нужно разделяться. О, дирижабль 4 медведя. И куда ты? Ты на голову хочешь или на экспант? Если на экспант, это халява. Это прям по щелчку Мун идет в атаку. А что? Он добивает уровень там на мелких. Серьезно. Так, Висп увидел, что дерево идет сюда. Необычайная, конечно, серия. Боюсь, что финал будет не таким интересным, но посмотрим. Так, надо еще подстроить под лимит 100. А то вот Ловлет уже 96, а Мун... Что Мун? Мун ничего, Мун на 80 сидит. Пять медведей. Серьезный перевес. Медведи подтягиваются. Такие подходят. Ррр, все дела. Козочки рядышком. Козы мертвый лимит, на самом деле. То есть они по сравнению с Мишками, даже теми же с берсерками, которые сзади наваливают, они не наносят. Дерево пришло, увидело там другое дерево и пошло назад. Но это долго может продолжаться, на самом деле. Но Ла Лайт хочет в 100 лимита просто пойти и атаковать. А Мун пока не знает о выходе из лимита. Это одно из преимуществ той же самой Патмы, потому что, ну, постоянная разведка на тебе. Тебе не хочется выходить раньше времени, и противник прекрасно знает, вышел ты или не вышел. Но с другой стороны, у Муна на отступлении будет возможность достроить. То есть он увидит, что противника слишком много, и сможет... Кажется, дирижабль полетел. Сейчас будет Ла Лайт ломиться. Будет ломиться. Ломится Ла Лайт. Полукруг. Манаберн. Манаберн. Медведи сзади падают. Мун понимает, что слишком много народу. Слишком много народу. Где таунт? Светоключение 1. Манаберну. 93 на 80. Ой, как много медведей у Ла Лайта. Ла Лайта больше. Мун понимает это. Делает телепорт. И Ла Лайт делает телепорт. О! Наверное, малыш. Неै, Ла Ла Лай. Ты какой-тоitu? Скажешься. Ла Лай. Баберн. в любом случае телепортируется-то Атпшнулся Мун по двойному клику то есть попал сразу на Мэйн а там рядом с деревом еще телепорт УУУУУУН Не это не рандом это считается это считается и такой уровень классного мика причем это считается еще по одной простой причине он сразу после телепорта Муна, чекнул куда он телепортируется и пошел дальше. Псих ненормальный лалайд этот тоже. Не, ну у Муны есть преимущество, безусловно, за счет накопленных средств. И сейчас он выходит в химер, но химеры не будут нежданчиком, потому что сова все давно-давно увидела, и вот сейчас обратная ситуация. Сейчас Муну надо ломиться через мост. 5.7, 5.4, лалайд еще быстрее до 6 уровня доживет. Химеры полетели. Серия просто прекрасная. Если лалайд выиграет, ничего страшного, в ноль, но зато мы посмотрим еще каточку, которая, скорее всего, будет в катах вся. Да, 5.7, Димка, это опасно. Да и Патма пятая уже с третьей аурой может навалять. Химеркам там надо от леса. Там бачком-бачком как-то либо от леса, либо от медведей работать. Барак идет вперед. Уверены, уверены, смотри, Дима, топ-топ-топ-топ. В бой пошел. А вообще лучше сверху химерками-то. Сверху. Да, полетел сверху. Вообще он мог просто экспант убить Сидж. О, какой сейчас сплэш будет! Ох, ох, по медведю. Ай-яй-яй. Дирижаблю можно сбить. Став на дирижаблю. О-о-о-о. Моноберн. Химерки атакуют. Непонятно, кого вообще атакуют. Химерки пролетели вперед. Фокус по химерам. Рык. Светокличение. Химера начинает... Ой, как там дриады страдают от медведей Муна? Пытаются дриадки пролететь к химерам. В самой куче демон-хантера Муна, став! О, боже ты мой. Но химеры умерли, но они... Шестой уровень демон-хантера! Демон-хантер, у него нет маны! Быстро сюда своего демона нужно высасывать ману, потому что через 10 секунд он сможет уже ультануть. Где демон-хантер? Телепортируется, успеет. Инвул, не успеет. Сейчас будет ульта. О, боже ты мой, какая игра сумасшедшая. Мун разменивается в минус. Там, конечно, красный... Сейчас будет Димку бить, смотрите! Димка что? Димка дирижабль! Да вы издеваетесь? Что происходит? Там дирижабль скрывает демон-хантера, его не окружить, ничего не сделает, он сплэшит. У него мало хитов, Нага должна его нейтрализовать. Рассыпается, вроде как по лимиту лалает. Да, кш... Тут столько моментов, я еще пропускаю, но это настолько круто. Хотя бы темы с инвулом и с персональным телепортом. Там 133 маны, идет реген, у тебя Димка далеко, там уже ульта, там может перевернуть сражение, но Мун вроде выигрывает. 73 лимита на 47. Это супер просто игра. Мирор прекрасный. Минус экспант у лалиты. Ну да бей, ну да бей. У Муна тоже Димка уже шестой. Да. Тут по этой игре можно на основе тех действий, тут такой опыт просто колоссальный у каждого. Можно разбор такой написать, просто детальный, потому что комментарии, ну в комментах не успеваешь все рассказать, а прям можно... Тут очень много всего. Кто кого как он, какие особенности, какие разводы, что там... Химерки, кстати, сыграли тоже, потому что Дриады очень много урона наполучали, и Химеры успели нанести где-то 7-8 выстрелов вдвоем, причем по медведям со сплэшем, там хорошо посносили. Демон жестко выглядит в ульте, но он из Вова. Он непривычен, но он эпично выглядит, да. Мун идет ставить эксп. Медведь забытый и Муна, но Мун идет, соответственно, на эксп. Сейчас могут быть еще бейс-трейды, между прочим. Не стоит раньше времени списывать Лолиту, но лимиты, конечно, сумасшедшие. Если пойдут размены, то, во-первых, будет значительно быстрее сносить все Мун, из-за того, что у нее банально больше народу, есть МГ там какой-нибудь. Минус дерево, переставляйте телепорт. Куда? А, он на ульте будет отбиваться здесь на Соленова? А, он отбивает дерево отряд. Да, по сути, ему нужно за дерево цепляться. Телепорт есть, у Лолиты нет. Он, конечно, тут очень страдает. Он тоже ушатывает Мунвейлы, но в целом ситуация у него крайне тяжелая. Денег нет на базу. Самый большой плюс в том, что у него есть Сова, и он точно знает, где находится. То есть Сова на этой карте, даже второго уровня, дает тебе ультимативную разведку. То есть ты ее можешь... Ой, Дима в ульте. Он, видимо, там Адриат отбивался, или сейчас просто... Ну, не ради виспов явно он. Хотя, может, и ради виспов. Нагодна шестом ульт взяла. Ну, конечно, там, во-первых, Starfall, во-вторых, по... По зданию может пригодиться. Очень быстро Мунв сгрызает. Да, Лолита уже все, руки пожимает. Это ГГ. Поднимает ручки. Лапки кверху. Классная игра. Дима возвращается под ультой. Дима здесь. Ультует напоследок. Красиво. Циклон. Нага ультует на него в ответ. Он крутится. И медведи сейчас его будут доедать просто. Соника вспомнили, что там. Да, Демон Хантер там пытается выиграть время. Падает и умирает тоже эпично. О, а вы видели, что тень? Демон Хантера улетает наверх. А самого Демона не было. Это какой-то баг, видимо. Да, Мун побеждает. Мы, кстати...